Доброе утро, Бокертов! Этот материал для изучающих иврит на продвинутом уровне, для тех, кто работает с текстами в высоком стиле, например, с текстами поэзии, или с текстами классического иврита, или с юридическими документами. Я объясню вам, как легко и просто можно на иврите одним словом сказать, точнее, написать, потому что мы говорим, как правило, в письменном языке, например, «мои ученицы» одним словом, или «наши ученицы», «ваши ученицы», или, например, «его решение» одним словом, или «их решение» одним словом. То есть мы будем присоединять к существительным множественного числа с окончанием «от» особые окончания принадлежности. Я их называю окончания принадлежности, кто-то называет их местоименные окончания, кто-то называет местоименные суффиксы. Не важно, как вы это назовете, важно понять, как это работает. Если вдруг вы почувствуете, что вам не хватает теории, я рекомендую посмотреть материалы, ссылки вы найдете в описании к этому видео. И я сразу перейду к примерам. Мы хотим сказать одним словом «мои ученицы». В обычной речи мы говорим двумя словами «оттальмидот шели». Но в формальном языке, в языке поэзии, есть возможность ту же самую мысль, это понятие передать одним словом. Мы должны преобразовать «оттальмидот шели» в одно слово. Прежде всего мы помним, что нельзя одновременно присоединять к слову «артикль» и окончание принадлежности. То есть я убираю «артикль», у меня остается «тальмидот». Теперь вместо слова «шели» – «мои», я должен прибавить окончание, которое соответствует слову «мои». и я прибавляю окончание, присоединяющееся к существительным во множественном числе. И это будет окончание «ай». «Мои» – окончание «ай». И у меня получится «тальмидотай». На всякий случай я отмечу, что к существительным в единственном числе прибавляются очень похожие окончания. Там будет просто на одну букву «юд» меньше, но они будут звучать по-другому. Чтоб я вас сейчас не запутывал, кому это было непонятно, посмотрите соответствующие мои материалы об окончаниях принадлежности. Мы говорим сейчас о схеме по моей методике. Итак, «тальмидотай» – это «мои ученицы». Как сказать «твои ученицы»? Я просто беру слово «тальмидот» и прибавляю окончание, которое соответствует слову «твои» при обращении к мужчине. Это будет окончание «юткаф». И я прочитаю «тальмидотейха». «Тальмидотейха» – это «твои ученицы». И кто-то в современном языке может произнести «тальмидотейха». Это не воспринимается как ошибка, но это несколько старомодно. Я здесь в транскрипции выделил еще красным. Я написал, что возможно произношение «эйха» – старомодное произношение, но не воспринимается как ошибка. «Тальмидотайх» мы скажем «твои ученицы», когда мы будем обращаться к женщине. «Тальмидотайх» мы прибавляем стандартное окончание «аих». И обратите внимание, что «тальмидотеха» и «тальмидотайх» пишутся одинаково. Мы по контексту понимаем, как прочитать. Если я хочу сказать «его ученицы», то к слову «тальмидот» я прибавляю окончание, которое соответствует местоимению «он». получится «его» окончание «ав». И у меня получается «тальмидотав». Чтобы сказать «ео ученицы», я должен прибавить соответствующее окончание «эйха» – это «юдхэй». И «ют» писать одинаково. А в этих окончаниях, я, может быть, еще раз, периодически, может, и не один раз буду это говорить, потому что очень важно не забывать здесь писать «юд». Это окончания, которые прибавляются к существительным во множественном числе. И у нас получилось «тальмидотэя» или, я здесь отметил красным цветом, возможно, произносить это «тальмидотэя». Это считается старомодным, но возможным и так легче многим из нас произносить. «тальмидотэя» – «ео ученицы». Как сказать «наши ученицы»? Я прибавляю соответствующее окончание, и у меня получается «тальмидотэйну». «Тальмидотэйну» или кто-то произнесет «тальмидотэйну». Это чуть старомодно, но допускается. «Наши ученицы». «Юд» писать обязательно в этих окончаниях. «Тальмидотэйну». «Ваши ученицы». Я прибавляю соответствующее стандартное окончание, к слову «тальмидот». И у меня получается «тальмидотэйхэм». И опять я подчеркну, что окончание «от» у нас в слове сохраняется, окончание множественного числа. То есть мы прибавляем окончание принадлежности к окончанию «от» множественного числа. В существительных, у которых во множественном числе окончание «им» там было по-другому. И при необходимости посмотрите соответствующий материал. В этих существительных, у которых окончание «от» во множественном числе, мы прибавляем окончание принадлежности к окончанию «от». Не убираем его. Если мы хотим подчеркнуть Ваши ученицы, и я обращаюсь только к женщинам, Ваши ученицы, например, учительницы, я говорю Ваши ученицы, то это будет Тальмиду Тейхен. И я прибавил окончание Эхен. Ют писать обязательно. Я хочу сказать Их ученицы, я прибавляю соответствующее окончание Ют, Гей, Мэм, и у меня получается Тальмиду Тейхен. Тальмиду Тейхен. Их ученицы. Если я хочу сказать Их ученицы, и я при этом подчеркиваю, что я говорю только о женщинах, об учителях, об учительницах, женщинах, я прибавлю окончание Ют, Гей, Мэм. У меня получится Тальмиду Тейхен. Теперь я возьму другое слово. Например, я беру слово Дришот. Дришот это требование. И, например, мы составляем какой-то юридический документ, и я хочу сказать Мои Требования. Как сказать Мои Требования? К слову Дришот я прибавляю окончание Ай, которое соответствует Мои. И у меня получается Дришот Ай. Эли Дришот Ай. Это Мои Требования. Дришот Ай. Мои Требования. Как сказать Твои Требования при обращении к Мужчине? Это будет Дришот Эха. Твои Требования при обращении к Женщине. Дришот Ай. Их стандартное окончание я прибавляю. Его Требования. Дришот Ай. Ее Требования. Дришот Эа. Наши Требования. Дришот Эйну. Ваши Требования. Дришот Эйхэм. Ваши Требования. Когда я подчеркиваю, что я обращаюсь только к Женщинам. Дришот Эйхэм. Их Требования. Дришот Эйхэм. Их Требования. Да. Я подчеркиваю, что речь идет только о Женщинах. Дришот Эйхэм. Например, я беру слово Ахлатут. Ахлатут. Это решение. Решения, которые принимаются. Ахлатут. Как сказать мои решения? То есть решения, которые были приняты мной. Ахлатутай. Я прибавляю стандартное окончание. Кто забыл эти окончания? Мы смотрим слева. Вы их видите. Ахлатутай. Мои решения. Например, Эли Ахлатутай. Это мои решения. В формальном языке. Он красивый этот язык. Высокого стиля. Он очень красивый. Но в обычной речи он звучит непривычно. Странно. Я периодически подчеркиваю, что такие обороты в обычной речи нужно очень-очень. Если вы хотите использовать, очень умело это делать при наличии опыта, чтобы и вам было легко это сказать, и слушателя не запутать вдруг таким стилем. Давайте скажем наши решения. Решения, которые были нами приняты по смыслу. Ахлатутейну. Ахлатутейну. Давайте скажем ваши решения. Ахлатутейхэм. А теперь я беру слово Питронот. Питронот это решение, но в другом значении. Питрон это решение, которое найдено. Не которое принимается. Например, решение задачи. Решение проблемы. Решение, которое находится. Питронот во множественном числе. И это слово мужского рода. Питронот. Слово мужского рода. Но у него во множественном числе окончание от. И это особая подгруппа слов. Это даже не исключение. А это в подгруппе данных слов правило. Во множественном числе окончание от. При необходимости я рекомендую посмотреть мой соответствующий материал. Итак, как мне сказать мои решения. То есть решения, которые были мной найдены, чтобы устранить какую-то проблему. Решить какую-то задачу. Решить пример. Я скажу Питронотай. Это мои решения. Как сказать наше решение? Питронотейну. Как сказать ваше решение? Питронотейхэм. Все очень легко и просто. Давайте в юридическом каком-то документе мы будем писать о приобретениях. Рехишот. Это приобретение. Как сказать мои приобретения? Рехишутай. Как сказать его приобретения? Рехишутав. Как сказать наше приобретение? Рехишутэйну. Как сказать их приобретение? Рехишутэйэм. Все легко и просто. Я беру слово. Последний пример будет у нас. Ципиот. Ципиот. Это надежды. Надежды. Ципиот. Например, я хочу сказать мои надежды. На всякий случай. В обычной речи мы скажем о ципиот шели. Надежды мои. А в языке высокого стиля я хочу сказать мои надежды одним словом. К слову ципиот я прибавляю в окончание ай. И у меня получается ципиотай. Ципиотай мои надежды. Наши надежды ципиотэйну. Его надежды ципиотав. В ее надежды ципиотэйна. И так далее. Я очень надеюсь, что это было несложно и полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания.